Охренительные перестрелки в стиле лучших фильмов Джона Ву. Замедление времени, акробатические трюки, и я сейчас говорю не о серии Max Payne. На этот раз в нашей рубрике «Игры, опередившие время» мы с вами окунемся в глубины одного из лучших хоррорных шутеров — Fear. Для нас эта игра примечательна в первую очередь тем, что опередила своё время не только с точки зрения отлично выверенного баланса между хоррором и шутером, но и своими технологиями. Шутка ли — такие выражения, как умный искусственный интеллект, реалистичное освещение, кинематографический экшен и ужасы — зачастую все вместе ассоциируются именно с Fear. Нынче в мире невозможно найти ни одного заядлого геймера, который вообще ничего не слышал об этой легендарной серии от студии Monolith. Жаль только, что по-настоящему прорывной и в чём-то даже революционной из всей трилогии была только первая часть. Так что давайте мы с вами не будем тратить время на сносный сиквел и провальный триквел, а лучше выключим свет в комнате и погрузимся в рассказ о том, как оригинальный эфир, опередило своё время. Окружённый десятками банок со спреями, текст написал Павел Зуев. Озвучил, сидя в бруталистской бетонной коробке, Антон Киреев. А смонтировал в режиме замедленного времени Богдан Андреев. С вами iGEM. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и прожимать колокольчик. Мы начинаем! Впервые о том, что ФИР вообще находится в разработке, люди узнали в мае 2004-го, когда издатель Vivendi поделился первым скриншотом, а всего спустя пару дней показал дебютный трейлер на ежегодной выставке E3. Изначально ФИР называлась «Сигнал», и вся концепция строилась на том, чтобы позволить игроку почувствовать себя героем адреналинового боевика. Одних хотелок мало, разработчики это прекрасно понимали, поэтому решили напирать на то, чтобы каждая перестрелка в игре ощущалась уникальной при каждом перепрохождении. Амбициозная задачка, для которой нужен прекрасно выверенный геймплей и хороший интеллект противников. Уж над чем, а над виртуальной соображалкой вражеских болванчиков, «Монолит» покорпела знатно. Основной задачей команды было сделать ИИшник таким, чтобы он выступал наравне с навыками самого игрока. Таким образом, ФИР стала первой в мире игрой, использовавшая систему GoUp. Если попытаться объяснить это простым языком, то в переводе звучит как-то так. Планирование действий, ориентированное на достижение целей, то есть вражеским неписям дали больше свободы действий. Представьте, что у каждого из них в голове был определенный список задач. Выбрав одну из них, они рассчитывали план действий и приводили его в исполнение. Обычно в те времена все задачи искусственного интеллекта и способы их решения кодились вручную в строгом порядке. В ФИР же болванчики могли сами выбрать одну из 70 заранее заготовленных, небольших, скажем так, миссий, а затем использовать любую комбинацию из 120 подготовленных действий, чтобы ее достичь. Так, тих-тих-тих, понимаю, все это звучало душно, но я постарался объяснить вам как можно проще. Давайте вернемся к искусственному интеллекту немного позже, а сейчас лучше послушайте, как игра принимала свой итоговый вид. Важным элементом всей разработки, очевидно, был сам движок игры — Jupiter EX, или Юпитер EX, внутренняя разработка самой Монолит. На момент 2005 года он совмещал в себе все самые современные технологии. Поддерживал рендеринг с помощью DirectX 9. В него вшили физический движок Havoc, а также поддержку физики транспортных средств, что забавно, так как ФИР игрок управлять ими не мог. Однако изначально планировалось, что игра начнется с адреналиновой погони. Впрочем, важнейшим элементом всего двигла была навороченная система освещения и текстурирования, чего там только не использовалось. И бамп-маппинг, и лайт-маппинг, и попиксельное освещение, и еще множество реально крутых технологий, которые нынче без труда заменяет неоптимизированное нечто под названием RTX. Но в те времена у студийных работяг этого не было, и приходилось реально запариваться над освещением в каждой локации. Последним, но не менее важным элементом разработки было то, что ФИР — не просто шутер, а хоррор-шутер. Тут тоже все не так просто. Как заставить бояться игрока в адреналиновом скоростном шутере? Типичный американский подход со скримерами и литрами крови тут не совсем подходит, поэтому разработчики решили обратиться за вдохновением к классике японских ужасов. По итогу было решено ориентироваться в плане атмосферы на фильмы по типу «Звонка», «Глаза» и «Проклятия». То есть, когда вокруг тебя медленно, но верно сгущается капкан ужаса. По факту, ничего прям запредельно страшного не происходит. Почти отсутствуют даже пошлые скримеры. Но благодаря работе со звуком и светом, тебя все равно не покидает некомфортное ощущение. Звук в ФИР — это вообще отдельная тема для разговора. Например, некоторые части игры разработчики намеренно решили оставить без какого-либо музыкального сопровождения. Опять же, для того, чтобы выдержать атмосферу хоррора. Они мотивировали свое решение тем, что все эти заброшенные полупустые здания пугают гораздо больше, если дать игроку побродить в абсолютной тишине. Что уж тут сказать, чертяки были правы. Когда со всеми элементами уже определились, настало время запускать машину пиара. В 2005-м ФИР посетила сразу несколько выставок, где игрокам показали расширенный геймплейный трейлер, а святому сословию журналистов дождали потрогать мультиплеер. Хорошо, хоть через неделю простым работягам тоже разрешили поиграть в многопользовательскую демку. Однако главным козырем в рукаве рекламной кампании был режиссер Джон Карпентер, который на одной из встреч с прессой сказал, что это было так похоже на то, что я играю в фильм. Ну а дальше уже все было так, как мы с вами привыкли. ФИР вышла и моментально собрала восторженные оценки от игроков и прессы, а продалась тиражом в 100 тысяч копий в одной только Великобритании. Результат был отличным, особенно если учесть, что изначально проект вышел эксклюзивно для персональных компьютеров. Ну все, господа и дамы, предлагаю закончить с истории разработки и перейти к самому интересному. Ответу на вопрос. Как первый эфир опередило свое время? Как вы знаете, мы здесь не любим досконально пересказывать сюжеты и превращать ролики в подобие скучной энциклопедии. Так что давайте оставим за скобками все сценарные перипетии и обратим внимание на то, что действительно важно — геймплей. По своей игровой структуре Fear мало чем отличается от других шутеров от первого лица. У нас есть коридорный уровень и расставленный на пачка врагов, а главная задача игрока — это пройти из точки А в точку Б по пути, устраняя всех неугодных. Однако, как это всегда бывает, дьявол кроется в деталях. Во-первых, давайте сразу закрепим, что перестрелки Fear — это произведение искусства. Неважно, сколько раз вы будете проходить сюжетную компанию, каждый раз все перестрелки будут восприниматься немного иначе. Все благодаря восхитительной работе с освещением и спецэффектами, а также благодаря интересно написанному искусственному интеллекту. Сейчас все объясню по порядку. Думаю, у многих из вас при воспоминании первый Fear в голове сразу появляются красочные перестрелки. Когда от попаданий пуль врагов отбрасывало далеко в сторону, от стен отламывались целые куски, попадания по металлическим объектам выбивали снопа искр, а выстрел по лампе заставлял свет хаотично метаться по комнате. Я уж молчу о том, что творилось при взрыве гранаты. Картинка в игре получилась такой сочной и богатой на эффекты благодаря уже упомянутым мною выше наворотам графического движка. Однако не подумайте, никакой многослойности у текстур в Fear не было, просто разработчики грамотно использовали ограниченные возможности технологий того времени, чтобы выжать максимум. Например, все эти выбоины в стенах от попаданий и не выбоины вовсе. Это все плоская текстура, на которую лишь наложено несколько специальных эффектов, чтобы создать иллюзию глубины. Плюс добавьте к этому сумасшедшее количество частиц, которые десятками разлетаются отовсюду. Благодаря такому окружению во время перестрелок реально создается ощущение, что у тебя в руках оружие с большой буквы, а не какая-то игрушечная пукалка. Вообще каждую перестрелку в помещениях можно воспринимать как небольшую песочницу. Вы входите разваливать кабины врагам, и когда все мертвы, то комнаты не выглядят такими же стерильными. На их стенах, потолке и даже полу отчетливо видны следы недавней перестрелки. Самое прикольное же в том, что эти следы динамические, и пройдя одну и ту же комнату, допустим, четыре раза подряд, итоговая разруха каждый раз будет разной. Ну и давайте не будем забывать, что наш персонаж в любой момент игры может врубить замедление времени, и тогда вся эта красота разрушения заиграет новыми красками. Не зря говорят, что если добавить рапид в любую перестрелку, то она моментально станет в несколько раз кинематографичнее. Ведь мало того, что теперь все эти частицы, откалывающиеся кусочки стен медленно разлетаются во все стороны, но и можно увидеть каждую выпущенную пулю. Неважно, кто стреляет, вы или противник, весь экран будет пестреть следами разрезающих воздух пуль. Именно в этом заключается вся Джон-вушность первой эфир. На момент 2005 года ни один другой шутер от первого лица не мог предложить такого же уровня спецэффектов. Особенно если учесть, что тут был еще физический движок Хавок, который весело разбрасывал в разные стороны все, что не прибито к полу гвоздями. Так и получалось, что перестрелка на складах и в офисах, где полно каких-то небольших баллончиков, со стороны выглядела как самый настоящий фильм. Естественно, за всю эту визуальную красоту пришлось поплатиться крайне невыразительным визуальным дизайном локаций. Большая часть игры проходит в полуразрушенных помещениях или офисах, где нет места богато украшенным интерьером. И даже при таких условиях компы простых работяг работали как последний раз. Добавь больше красочности, мелких предметов, источников освещения, было бы как с Крайзисом, когда игру не мог потянуть ни один компьютер своего времени. Зато только взглянув на Фир в 2005 году, можно было с уверенностью сказать, что настолько же кинематографичного экшена от первого лица еще не было. Оу-оу, ребят, я помню про Блэк, но она вышла годом позже, и вся разрушаемость там была исключительно заскриптованной, так что давайте без этих сравнений договорились, потому что Фир — это все было динамическим. Ах да, совсем забыл рассказать про пинок. В целом-то ничего особенного, просто можно подпрыгивать и в воздухе пробивать смачный удар стопой в чью-нибудь челюсть. Однако эта небольшая геймплейная особенность играет чуть ли не ключевую роль в эффектности боевой системы. Только представьте — подпрыгиваешь, прожимаешь замедление времени, выпускаешь несколько быстрых очередей и бьешь оказавшегося рядом бедолагу ногой. Словами не описать, насколько это до сих пор потрясно ощущается. Готовьтесь, сейчас будет немного тяжело воспринимать информацию, но я постараюсь все доступно разжевать. Только, пожалуйста, знатоки-разработчики, не кидайтесь в меня камнями за неточности. Я пытаюсь все доступно объяснить простым работягам. Гениальный искусственный интеллект Фир стал притчей во языцах, до сих пор с ним сравнивают болванчиков даже из современных ААА-проектов. Давайте же подробнее рассмотрим, почему ИИ врагов Фир нам кажется таким умным. Именно кажется, но обо всем по порядку. То, что я рассказывал вам в блоке про разработку игры, конечно, звучит круто, и в голове сразу рисуется какая-то гениальная система, к которой никто так и не смог приблизиться почти 20 лет спустя. Однако на самом деле все немного иначе. Видите ли, само ядро искусственного интеллекта Фир построено на старых и проверенных разработках, которые используются не совсем привычным образом. ИИшник юзает систему построения путей не только для передвижения, но и для планирования своих действий. То есть, как я упоминал ранее, разработчикам не приходилось вручную прописывать конкретную последовательность действий болванчикам. Они сами могли выбирать, что и как делать из пула заранее заготовленных задач. Грубо говоря, оказавшись с вами в одной комнате и определив ваш паттерн поведения, враг мог сам решить, с какой стороны попытаться вас обойти, когда лучше начать стрелять, а когда бросить гранату и отойти подальше. Причем они продолжают считывать ситуацию на протяжении всей перестрелки и, если что, могут легко перенастроиться на выполнение другой задачи. Ваши противники анализируют ситуацию каждый фрейм, выполняя десятки микрозадач ежесекундно. Проще всего увидеть это на общем примере. Если вы будете вести себя очень агрессивно, то враги устремятся перейти в оборонительный режим, но если у вас осталось мало здоровья и прячетесь уже вы, то будьте готовы к тому, что противник начнет яростное наступление. Однако такой системы реагирования будет мало, если у ваших неписей нет должной свободы передвижения. Поэтому и тут разработчики пошли на небольшую хитрость. Обычно в играх ваши враги передвигаются по своеобразным точкам интереса, то есть они не будут заходить туда, куда им не прописали путь. Монолит же использовали систему навигации по мэшам. Разрабы разбили карту на группы полигонов и составили из них возможные пути передвижения. По итогу болванчики могли свободно перемещаться везде, куда мог прийти игрок. Прямо как сейчас, свободно можете перейти по ссылке в описании на наш бустик и всего за 100 рублей в месяц получить доступ к эксклюзивному контенту. Ну правда, где вы еще увидите подборки модов, в которых можно расстреливать яичники в фаллупиевых трубах? Ладно, чё-то я отвлекся, давайте продолжим. Еще интереснее устроена система голосовых команд среди противников. Это не какая-то продвинутая внутренняя разработка, а все та же Гоап. Когда в голове одного из врагов появляется задача, например, обойти врага с фланга, то эта в кавычках мысль передается ближайшему соратнику, чтобы тот выкрикнул команду обойти с фланга. Понимаете? По факту команда уже прошла и приведена в исполнение, просто необходимо это протелеграфировать игроку, чтобы тот восхитился и офигел от уровня разумности искусственного интеллекта. Все, можете выдыхать, со самым... Тут написано со самым. С самым сложным объяснением покончили. Извините меня, но иначе никак было объяснить, что именно делает искусственный интеллект первый эфир особенным для своего времени. Ведь на самом деле он не был прорывным в плане технологий, а взаимодействие болванчиков между собой и реакция на голосовые команды не более чем миф. Тем не менее, нельзя найти никакого определения, помимо слова, гениальной для описания того, что наворотила Монолит. Она смогла воспользоваться всеми известными технологиями нестандартным образом, благодаря чему поведение их болванчиков выгодно выделялось на фоне всех других шутеров от первого лица. Монолит обратила ограничения в свою пользу, что только добавила игре вариативности перестрелок. Мало того, что в фир были потрясающие эффекты, связанные с ними геймплейное ядро, так в эту адскую смесь еще запихнули нестандартным мыслящи искусственный интеллект. Однако и это еще не все, я же говорил про хоррор, так что напоследок давайте поболтаем о нем. Как мы все с вами знаем, если дать американской компании в руки франшизу японских ужасов, то на выходе получается Silent Hill Homecoming. Тем удивительнее, что Фир – один из немногих примеров того, что раз в год и палка стреляет. Если рассматривать игру исключительно через призму наличия хоррорной атрибутики, то у нас все в лучших традициях. Постоянная темень, кровь с расчлененкой, поедающей трупы главный гад и даже парочка ситуативных скримеров. Если же глянуть немного глубже, то можно воочию убедиться в том, что все вышеописанные элементы работают на японский лад. Вот вам формула типичного японского хоррора. Нагнетание саспенса длиною в жизнь, делающая вашу жизнь невыносимой музыкой и катарсис через кровь, кишки или через ужасающее откровение. И вот как раз Фир работает по этой формуле. На протяжении всей игры нас раз за разом будут кормить кусочками паранормального. Порой в лоб, а порой так, что и не замечаешь вообще. Разработчики хотели, чтобы игрок, несмотря на свою мощь, никогда не чувствовал себя в безопасности и постоянно находился в ожидании подлянки. Однако такого результата нельзя добиться постоянными скримерами, дорогая Outlast, потому что рано или поздно скримаки перестают работать и начинают вызывать раздражение. Благо Монолит хватило ума от них отказаться. Вместо этого она наполнила каждый уровень хоррорными триггерами, некоторые из которых вообще можно было бы и не заметить при первом прохождении. Это добавляло в игру элемент неожиданности, когда ты буквально не знал, когда ожидать очередной пугалки. Но в этом состоянии ожидания приходилось находиться постоянно. Чего только стоила Альма, которая могла появиться вообще в любой неожиданный момент, и ты до самого конца игры не понимал, кто она и что вообще происходит. Вообще сам образ Альмы – это чистая японщина. Бледная маленькая девочка, медленно приближающаяся к главному герою и оставляющая за собой лишь разруху. Она не выглядит угрожающе, но при первой же встрече буквально все твое нутро вопит о том, что ее лучше избегать и лишний раз не приближаться. Вопит же твое нутро, потому что музыка и атмосфера ни на миг не дают расслабиться. То тебя долгие минуты истязают бьющие по ушам тишиной, мертвые настолько, что невольно начинаешь стрелять по стенам, чтобы услышать хоть что-то. То начинает играть зловещий саундтрек, при прослушивании которого хочется, чтобы тишина поскорее вернулась на свое место. Фиру просто не нужно пугать вас кишками и резкими звуками. Вы сами себя прекрасно доведете до белого поколения, когда эта маленькая девочка в красном платье в очередной раз начнет к вам неумолимо приближаться. Не знаю, как вам, а мне такой подход к хоррору кажется куда более действенным. Почувствовать себя беззащитным в игре, где ты буквально можешь навалять целому отряду хорошо натренированных громил дорого стоит. Возможно, некоторым из вас этот ролик показался слишком нагроможденным, поэтому давайте в завершающей части закрепим все, о чем я успел вам рассказать, и однозначно ответим на вопрос, как Фир опередила свое время. На самом деле в этот раз у нас с вами очень интересная ситуация. Здесь ответ не такой простой, как в выпуске про Crysis или про System Shock 2, потому что Фир умудрилась опередить свое время как с технической точки зрения, так и с геймплейной. Но в каждой из них схитрило. Во-первых, да, взаимодействие с искусственным интеллектом получилось настолько интересным, что многие ошибочно стали считать, что Фир произвела революцию, когда на самом деле разработчики просто оказались настоящими профессионалами своего дела и смогли обернуть себе на пользу все слабости и и того времени. Да еще, как они это провернули? До сих пор мало кто смог добиться такого же уровня иллюзии того, что ваши враги реально думают. Чего уж там, готов голословно заявить, что ни в одном шутере от первого лица лично мне не было так же интересно перестреливаться с противниками, как в первый эфир. Если даже сейчас все это интересно и круто играется, то боюсь даже представить, как все ощущалось в далеком 2005 году. Во-вторых, спецэффекты в связке с замедлением времени. Мне вообще стоит тут хоть что-то объяснять. До сих пор, если мы и видим подобную красоту, то в каких-нибудь индюшках с ретро-стилистикой. Я попрошу заметить, что такого же уровня детализации разлета частиц, игры со светом и легкой разрушаемости нет почти нигде. Только недавно вышедшая Трипанк 2 может хоть как-то сравниться с Фир в этом плане. В-третьих, лично я со времен Фир не видел ни одного такого же качественного хоррор-шутера. Если вы мне тут хотите вспомнить Condemned Criminal Origins, то сначала посмотрите, кто его разработал. Ага, то-то же. Сейчас, в 2023 году, о серии Фир хочется говорить только хорошее, не поминая третью часть и затрагивая только хорошие аспекты сиквела. В любом случае, лучше просто снова поставить оригинал и пройти его в десятый раз. Тот редкий случай, когда опередившая своё время игра так и осталась единственной в своём роде. Не забывайте поставить лайк этому видео, тыкнуть на колокольчик и подписаться на наш YouTube-канал, Бусти и другие соцсети. ВК, Дискорд, ТикТок, Твич и, конечно же, Телеграм. Напишите в комментариях рассказ о какой игре, опередившей своё время, вы бы хотели услышать в следующий раз. Скоро услышимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова